Мы находимся на выставке Household Expo, разговариваем с нашими гостями и экспертами. У нас не попросит слово «хозяйка» этого форума и всей линейки форумов. Елена, расскажите, как дела у выставки, как дела у всей линейки выставок, которые сейчас проходят? Довольны ли вы проекту более 10 лет? Скажите, какие-то реперные точки, что происходит с самим форумом, с выставками? Выставке действительно уже более 10 лет, Household Expo, и она практически сегодня занимает лидирующие позиции всей нон-фудовской выставочной индустрии. Мы развиваемся, успешно развиваемся второй год. Вот взяли тему chemicals, это индустрия бытовой химии, профессиональной химии. Развивается и outdoor-дача, и Christmas box-подарки. Сегодня открылся форум ресурсы роста «Химия для жизни государства и бизнес». Это тоже достаточно значимое событие, потому что в данном случае один из самых эффективных способов обсуждения ключевых задач развития отрасли, в частности, бытовой химии профессиональной. И только вот такой вот открытый диалог государства и бизнеса может дать энергетический эффект. Появление каких-то реперных точек, каких-то устойчивых ориентиров для развития, для дальнейшей эффективной работы, для увеличения экспортного потока. Мы разговаривали до вас с Роскачеством, с господином Протасом, который сказал, что с бытовой химией в России все в порядке, она классная. Расскажите, еще идет деловая программа в рамках выставки, называется «Ресурсы роста». Расскажите немного про аудиторию, про средства аудитории. Кто эти люди, которые приходят на выставку и чем они интересуются? За последние несколько лет индустрия бытовой химии, здесь наметился ряд таких глобальных трендов, перехода на зеленые рельсы. И мировая отрасль вся практически уже перешла на зеленую химию. Поэтому вопросы экологии, рециклинга, безопасности производства, продуктов использования, все это очень актуально на сегодняшний день. Я бы сказала, приобрело более высокую степень актуальности. Федеральные структуры и ведомства оказывают свое влияние, разрабатывая все новые и новые стандарты безопасности и качества. И с каждым годом они все более жестче. Мы находимся вообще в эпоху перемен, продолжаем жить в эпоху перемен. Перемены, безусловно, это редко бывает безболезненно для бизнеса, редко. Но надо сказать, что конкретно вот для данной отрасли перемены – это закономерный путь развития, развития данной отрасли. И вот на нашем форуме как раз в данном случае и наблюдается решение совместных задач, которые стоят. Невозможно сегодня задачи решить локально отдельно, отдельными компаниями, либо отдельно госструктурами. Здесь важно общее, вместе выработанные какие-то решения, потому что сегодня меняется правило игры. Поэтому. Достаточно много рекламы новой выставки «Кемикос». Расскажите немножко, в чем акцент этой выставки, кто целевая аудитория этой выставки. Выставка «Кемикос» – это выставка товаров бытовой химии, профессиональной химии, средств гигиены и косметики. Собственно, это закономерное развитие выставки «Хаусхолд», которая на сегодняшний день представляет всю нонфудовскую индустрию, выставочную здесь. Поэтому что мы видим на полке в сетях? Вот все, что мы видим на полках в сетях, оно здесь и представлено. И бытовая химия, она просто появилась чуть-чуть позже по заявкам и требованиям посетителей, которые приходят выкупать хостовары, тарелки, посуду, товары для дома, подарки, и спрашивают, где бытовая химия. Поэтому, безусловно, мы ее представляем здесь, мы развиваем, мы работаем, и она будет иметь место, достойное займет среди наших выставок вообще майоровских. Я думаю, это очень перспективное направление, хотя очень сложное, потому что, как я уже сказала, рынок очень стремительно меняется, и появляются новые правила игры в этой отрасли. Соответственно, эта выставка, она неизбежна, неизбежна обязательно должна сопровождаться, сопроходить совместно с деловой программой, которая, на самом деле, в этом году у нас целый каскад, вот целый кластер научно-экспертных деловых мероприятий, профессиональных, грамотных специалистов, которые как раз и вырабатывают вот эту вот общую стратегию развития и дают возможности, стимул для роста. Не только, скажем так, обсуждать безопасность или вот проблемы с зеленой химией, внедрение ее в жизнь, ведь это же перемены, перемены, всегда затраты для бизнеса. И здесь у нас есть деловые столы с представителями Минпромторга, Роспотребнадзора, которые объясняют, разъясняют, рассказывают о всех мерах господдержки, которые существуют на самом деле. Министерство очень поддерживает производителей. Мы заинтересованы в развитии экономики и этой отрасли в частности. Пожелаем удачи всей линейке выставок и форумов, которые здесь представлены. И не переключайтесь, скоро включение с нашими новыми экспертами, гостями и экспонентами. Спасибо. Продолжение следует...